О том, кто первым в этом году принимал поздравления от главы района, сколько детей получили новогодние подарки с ёлки желаний и какие спортивные победы в новом 2019 году смогли одержать славянские спортсмены, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». Добрая традиция поздравлять под Новый год работников сельхозпредприятий в нашем районе сложилась давно. Накануне праздников Роман Сенеговский побывал на молочно-товарной ферме «Хозяйство Приволье». Глава района поблагодарил тружеников села за верность делу и самоотверженный труд, подчеркнув, что несмотря на праздничные дни, их работа не останавливается. Для кого-то Новый год, для всех нас уже сегодня выходной день. А для вас труд каждодневный, завтра на работу, может быть посменно, я не знаю деталей, но знаю, что это постоянный труд, это труд тяжелый. Поэтому мы приехали вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам мира, добра, благополучия, радости, исполнения желаний. Ну и как вы знаете, как говорим, на таких как вы страна наша держится. Помимо теплых слов, сказанных в адрес работников фермы, глава района каждому подарил новогодние подарки. Ежегодно в канун Нового года в Краснодарском крае проводится благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель – подарить радость детям, нуждающимся в особой заботе и внимании. Благодаря неравнодушию славянцев, принявших участие в акции, 214 ребят города и района смогли поверить в новогоднее чудо и получить загаданные подарки. Все снегири, елок желаний Славянска на Кубани долетели до адресатов. Новый год – время чудес и подарков. Особенно наступление этих праздников ждут дети. Для юных славянцев проводились всевозможные представления и новогодние елки. 5 января в зале 17-й школы собрались ребята, нуждающиеся в особой заботе и внимании. Для них проводились веселые игры и конкурсы, шоу мыльных пузырей. Поздравить ребят и их родителей с Новым годом и Рождеством пришли глава района Роман Сенеговский и председатель совета Григорий Литовко. Они вместе с Дедушкой Морозом вручили малышам сладкие подарки. Новогодние каникулы – время для занятий спортом. 4 января в Центре спортивной подготовки «Олимпийц» прошло открытое первенство школы имени Станислава Теринтьевича Шевченко по лёгкой атлетике. Спортсмены 2004 года рождения и младше соревновались с скоростью на дистанциях 50 и 60 метров. Лучшими в своих возрастных группах стали воспитанники школы имени Станислава Шевченко, Артём Кузнецов, Алина Объедко, Владимир Антонов, Валерия Гаспарян, а также учащиеся школы Владимира Симоненко, Владимир Солодухин, Максим Шестопалов, Ксения Игнатенко и Владимир Игнатенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова